Джон Ритчи из Египта в Ханаан, глава 13. Пустыня. Читаем отрывок из книги Исход, глава 15, стих 22. И повел Моисей израильтян от Черного моря, и они вступили в пустыню Сур, и шли они три дня по пустыне, и не находили воды. Песня, звук тимпан и ликование закончились, и первый всплеск радости и восторга, наполняющий сердца этих совсем недавно искупленных людей, теперь утих. Сейчас они смогли оглядеться вокруг себя, посмотреть вперед на безжизненную и безводную пустыню. Их родной Ханаан находится далеко впереди, Египет далеко позади, и Черное море перекатывает свои волны посредине, отделяя их от Египта навсегда. Только сейчас они действительно начали осознавать, где они находятся и что произошло. Они оказались в совершенно новом мире, в новой среде. Новообращенный легко сможет увидеть, как все это можно применить к нему. Он очень хорошо помнит рабство своего недавнего положения. Потом его взор был устремлен вверх, в поисках спасения Господня, на крест Иисуса и на его пустой гроб. Какая радость и песни счастья наполняли его сердце, какие надежды и радужные мечты рождались в его возрожденной душе. Все выглядело совершенно другим, чем прежде. Душа жила в новом мире, земля казалась чем-то очень далеким, а небеса совсем близкими и реальными. Мы все отчетливо помним те счастливые мгновения, когда мы радовались совершенно новому чувству познания Господа Иисуса, и Божья воля в том, чтобы мы продолжали радоваться радостью неизреченную и преславную. Первое послание Петра, глава 1, стих 8. Однако многие говорят об этих первых днях христианской жизни, как об уже очень волнующих и захватывающих. Они восхищаются тем, что сейчас могут оказаться в более спокойном и уравновешенном состоянии. Они обрели более глубокое знание слова и могут свободно говорить о многих вещах, о которых раньше не знали ничего. Возможно и так, но мы не можем не думать, что в некоторых случаях происходит рост в познании без участия в этом процессе сердца. И если разум в таком случае что-то и приобретает, то сердце теряет. Ему недостает той горячей привязанности и любви, которой были обозначены первые дни после обращения. Любви, которая могла провести через огонь и воду ради Иисуса. И даже если иногда к ней примешивались наши плотские усилия, мы верим, что Господу это гораздо более приятно, чем просто пустая голова и холодное сердце. Оказывается, что более длительное знакомство с Господом и более глубокое познание Его путей может иметь обратный эффект. Наша привязанность должна становиться теплее, а радость более глубокой по мере того, как мы познаем Его. Такая радость не должна быть уделом лишь Божьих новорожденных детей и не должно случаться так, чтобы мы, взрослее и старее, становились холоднее, как некоторые говорят. По крайней мере, мы уверены, что это не есть Божья воля, хотя с болью в сердце отмечаем, что многие верующие живут так. «Восторг может поутихнуть, облететь, подобно цвету с деревьев, но драгоценный плод Духа Божьего, любовь, радость и мир, будет расти и созревать, пока мы живем в солнечном свете и тепле его присутствия». Смотрите послание к Галатам, глава 5, стих 22. «Полнота радости и непрестанная хвала – это благословенная участь всех тех, кто пребывает в Боге и ходит с Богом». Но как мало тех, кто так и продолжает жить для Бога, кто продолжает петь, находясь в испытаниях пустыни так же, как они пели в свои первые дни хождения с Богом, как мало голосов, которые пели песню радости на берегу Чормонного моря, в начале пути по пустыне присоединились к этой же песне, приблизившись к концу этого пути. Смотрите книгу чисел, глава 21, стих 17. «Как много из них пало и разбилось в пути, как много погибло и было уничтожено. И разве все это не так и теперь? Я не говорю о вечном спасении души, но о падениях и неудачах спасенных людей на их пути к небесам». «Верующий, а как обстоят дела с тобою? Прибываешь ли ты по-прежнему в свежести и простоте своей первой любви? Ощущаешь ли ты по-прежнему в своем сердце пульсирующие потоки славы Богу так же, как это было сразу же после твоего обращения, возможно, много лет тому назад? Холодная ортодоксальность не сможет заменить этого. Никакое количество служений, проведенных для Него, ни знания Его Слова, ничто не ценится настолько высоко в глазах Божьих, как посвященность сердца, исполненного любовью к Господу Иисусу. Давайте же будем оставаться простыми и чистосердечными, как дети, в простоте истинной любви ко Христу. Давайте вернемся к описанию первого испытания евреев в пустыне. «И шли они три дня по пустыне и не находили воды». Книга Исход, глава 15, стих 22. Это было испытание нового порядка. Ничего подобного не было в Египте. Началась реальная жизнь в пустыне, и люди начали ощущать тяжесть пути, ведущего к их родному Ханаану. «Господь, возлюбивший их, привел их в пустыню, чтобы там они были только с Ним». Книга Исход, глава 19, стих 4. «Чтобы Он мог вести их и учить многим вещам». Книга Второзакония, глава 32, стих 10. И это был их первый урок. Как же им не хотелось его учить. В книге Исходе, глава 15, стих 24, говорится, «И возроптал народ, говоря, что нам пить». Псалом 106, стих 5. «Терпели голод и жажду, душа их истаивала в них». Этот мир является такой же пустыней для детей Божьих. Это духовная пустыня. Правильно наставленные, они не будут искать части в нем или ожидать комфортных условий, находясь в своем пилигримском путешествии. Находясь в своем пилигримском путешествии, им предстоит столкнуться со многими опасностями, встретиться со многими врагами, вытерпеть много сражений. Необходимо вынести трудности, святые Божьи также не найдут воды. Не переживали ли и вы подобного с тех пор, как обратились к Богу? Как все изменилось. Общение и дружба, которой вы дорожили и в которой находили удовольствие до своего обращения, теперь потеряла свою сладость и очарование. Мирские похоти и удовольствия сейчас чужды вашим вкусам, так как теперь вы – новое творение во Христе. Мир теперь – безжизненная, унылая пустыня, в которой вы не находите воды. В нем нет ничего, чем вы могли бы освежить или ободрить свою жаждущую душу. Но вам не нужно роптать или нуждаться, потому что Бог – это истинный источник жизни. И сейчас Он учит вас обращаться к Нему, чтобы получить все, в чем вы нуждаетесь, так же, как однажды вы получили спасение. Это очень важный урок пустыни – доверять невидимому, но реально присутствующему Богу. Получать от Него день ото дня, час за часом все, в чем вы нуждаетесь, живя в пустыне этого мира. Этот урок нельзя выучить за один день, ибо это нелегкий урок. Однако нам не нужно бояться, потому что мы знаем того, чья рука ведет нас, и любовь того, кто планирует за нас. Даже если Он поведет нас через море скорбей, в которых наш дух будет сокрушен, а из наших глаз потекут слезы, мы знаем, что Он не оставит нас. Когда Он удаляет всякую лживую и ненадежную опору из-под нас, если видит, что мы можем опереться на Него слишком наивно, так это потому, что Он хочет привлечь нас ближе к себе, чтобы еще раз показать, как Он добр и милостив. Сдерживая мы, таким образом, отученные полагаться на помощь плоти, мы будем идти по пустыне, опираясь на руку нашего возлюбленного Господа. Возле Меры израильский народ столкнулся с еще большим испытанием. Читаем книгу «Исход», глава 15, стих 23. «Пришли в Меру и не могли пить воды в Мере, ибо она была горька». То, что вначале виделось как избавление, на самом деле оказалось только горечью. Привязывалось ли ваше сердце к чему-либо на земле вместо того, чтобы доверять живому Богу, позволяя Ему заботиться о нас? Но Он слишком любит нас, чтобы это позволить, поэтому и превращает нашу иллюзорную радость в горечь. У всех нас были свои меры с того времени, когда мы начали свою христианскую жизнь. Некоторые находили их у себя дома, другие – в мире. Для некоторых было действительно очень горько видеть своих любящих родителей, восставших против них из-за Иисуса, или испытывать пренебрежение и презрение со стороны тех, от кого они надеялись получить поддержку и одобрение. Ежедневно чувствовать неприветливость холодного и жестокого мира, презрение тех, кому мы стремимся помочь, это действительно горько нашей человеческой природе. Но мы не должны удивляться всему этому, ведь это всего лишь то, о чем нас предупреждал наш Господь. И мы переживаем то же, что переживал Он Сам, а также многие святые прошлых времен. Он говорил нам о том, что в мире мы будем иметь скорбь. Евангелие от Иоанна, глава 16, стих 33. И что многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божье. Книга Денья Апостолов, глава 14, стих 22. Хотя некоторые из тех, кто исповедует свою принадлежность Господу, нашли более легкий путь в небеса, на котором они могут иметь дружбу этого мира и его одобрения, но та дорога, по которой прошел Иисус, и Его страждущие святые все еще имеют свои меры. И кто будет настолько малодушным, чтобы сойти с нее? Посмотрите на апостола Павла. Будучи обращенным в то время, когда он рьяно преследовал страждущих святых Божьих, Павел тут же услышал, как много ему самому предстоит пострадать ради Иисуса, и какими именно были эти страдания, описывает апостол Павел. Во втором послании к Коринфянам, глава 11, стихи с 23 по 28. Первое послание апостола Петра, которое по-особенному изображает верующего, как пилигрима, проходящего через пустыню, имеет своим ключевым словом слово «страдать». Какой перечень страданий, но заодно и утешений. Смотрите первое послание Петра, глава 2, стих 19, глава 3, стихи с 14 по 17, глава 4, стихи с 12 по 19. Возле меры Господь показал Моисею дерево, бросив которое в воду она сделалась сладкой. Как близко, оказывается, от воды горечи можно найти дерево сладостей. Как близко возле страждущего пилигрима страждущий Сын Божий. Прочитав другие стихи, смотрите первое послание Петра, глава 2, стихи с 21 по 23, глава 3, стихи с 17 и 18, глава 4, стих с 13, вы обнаружите дерево в этих водах, делающее их сладкими. Мы идем по той же пустыне, по которой однажды проходили его дорогие ноги. Мы встречаемся с теми же испытаниями, что и он. И кто же будет бояться идти тропой, на которой мы имеем с ним такое общение? Внушающую ужас горькую чашу гнева Божьего он испил в одиночестве. Этих его страданий мы не познаем никогда. Но те страдания, которые он перенес во имя праведности, как Божий свидетель в злом мире, это те страдания, которые мы также можем разделить с ним. И мы их испытаем, если идем с ним по этой тропе. Те, кто прошел по ней раньше, уже это сделали. Посмотрите на Павла и силу в темнице в Филиппах. Об этом говорится в книге «Деяния апостолов», глава 16, стихи с 19 по 25. Сначала над ними жестоко поиздевались, потом их ноги были закованы в кандалы. Это была Мера, но в ее водах было дерево. Песня хвалы раздавалась в тюрьме той ночью, и мы знаем, что произошло дальше. Воды Меры сделались сладкими. Вспомните трех еврейских юношей, брошенных в раскаленную печь в Вавилоне, о чем говорится в книге пророка Даниила, глава 3, стихи с 19 по 26. Какими благородными свидетелями правды Бога, которого они любили, они были. Но они не были оставлены проходить через эту печь в одиночестве. К ним присоединился еще один друг, чтобы пройти с ними, и вид его подобен Сыну Божьему. И кто бы отказался идти даже в таких обстоятельствах, имея такого спутника? Урок, который нам надлежит почерпнуть из этих примеров, заключается в следующем. Это не Божья воля повергнуть нас в тюрьму или бросить в печь, но Он всегда будет вблизи нас, когда мы будем проходить через такие обстоятельства. Господь не обещал избавить нас от испытаний, но Он обещал быть с нами, когда мы столкнемся с ними, и при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести. Первое послание к Коринфянам, глава 10, стих 13. Это применительно к сотням мелких ситуаций ежедневной жизни. Он не избавляет нас от жала, но дает благодать нести его, благодаря чему горечь становится сладкой. Поэтому мы хвалимся и скорбями, как говорится в послании к римлянам, глава 5, стих 3. Елим всего двенадцатью колодцами и семидесятю финиковыми пальмами обозначает следующее «Оазисы в пустыне следуют после испытаний». Книга Исход, глава 15, стих 27. Елим не был ханааном, но это было место отдыха на пути и счастливое предвкушение того времени, когда Израиль будет обитать в своей земле, празднуя праздник кущей в тени пальмовых деревьев. Когда наши дни пустыни закончатся, мы войдем в славу небес, в предвкушении которой мы живем уже теперь и которую с надеждой ожидаем. Мы крепко держимся за эту благословенную надежду и томимся в ожидании радости отчего дома, пребывая возле наших горьких вод. Потому что в испытаниях обетывания становятся еще слаще. Источники небесных обетований глубокие и неисчерпаемые. Страдания и слава очень тесно переплетаются в первом послании Петра. Смотрите, глава 1, стих 11, глава 4, стих 13, глава 5, стихи 1 и 10. Даже здесь наши Меры и Елимы находятся очень близко друг от друга. Рыбаки на Галилейском озере испытали всю полноту радости после того, как наступил покой, который Господь Иисус дал им после неистового шторма. Об этом можем прочесть в Евангелии от Марка, глава 4, стихи с 37 по 41. Насколько сердца Марфы и Марии должно быть были переполнены радостью, празднуя воссоединение, после пережитого горя и печали разлуки, подобное будет случаться и с нами до того времени, когда Господь Иисус, наконец, не усмирит все наши житейские бури и нас вместе с нашими воскресшими, любимыми не примет в вечный дом. Как же чудесно там будет! Там, возле чистой реки жизни, там, под ривом жизни плодовитый, где нет нужды уже в светильнике, мы узрим Агнаца Божьего, Спасителя. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!